Доброе утро! Прорисовывая линии под водой, обратил внимание на необычную форму профиля рельефа дна Каспийского моря. Вместо ожидаемого и привычного графика углубления от берега к центру водоема, увидел выступы прямоугольной формы по центру Каспия. Провел последовательно вдоль всего водоема линию, определив места с выступами. Поставив более сотни отметок, примерно определив границы странной области. Включаем режим просмотра по фотографиям местности за предыдущие годы и видим, что от берегов к центру Каспия фон темнее, то есть идет углубление. Однако внутри обозначенной области отчетливо видны своеобразные три прямоугольные заплатки. Они видны на фотографиях всех предыдущих лет съемки. Две линии, обозначающие границы водоемов, проходят параллельно одной из сторон границ странной области. Стоит выключить функцию просмотра за прошлые годы, как становится отчетливо видна заливка поверхности Каспия. Ничего подобного не происходит с соседним Черным морем или Средиземным. Включим функцию просмотра профиля рельефа и понаблюдаем за изменением графика в нижней части экрана. На основании увиденного можно сделать следующие выводы. Либо в центре Каспийского моря под водой находится нечто, что на графиках профиля рельефа отображается отметкой на уровне нуля метров над уровнем моря. В таком случае это нечто, могли бы наблюдать пассажиру судов, курсирующих по касту. Однако более высокие обрывы на суши на графиках не отображаются в прямоугольных формах. Либо в центральной части Каспия расположено нечто, что не стоит видеть простым гражданам, и это скрыто с помощью фоторедактора. Вид графика прямоугольной формы в таком случае объясняется тем, что для этой области вручную вырезана информация о глубине водоема. Прямоугольные формы графика никоим образом не отражают реального профиля рельефа Каспия. Если американские спутники смогли рассмотреть во время испытаний на Каспии уникальные машины, получившие прозвище «Каспийский монстр», то нет ни малейшего сомнения, что профиль рельефа дна Каспия для авторов снимка не является секретом. Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok